Помню, как сирень зацвела, я надышаться не могла. Что такое открыть второе дыхание, петербурженка Анна Прилова ощутила на себе. 46-летняя женщина с редким легочным заболеванием за несколько месяцев превратилась в инвалида. Прикованная к кислородному баллону, она могла лишь доживать свою жизнь. Но 7 месяцев назад ее пациентку первого Петербургского медицинского университета экстренно увезли в больницу. На трансплантацию. Нашелся донор легких. В этой операционной прошла самая значимая за всю историю пульмонологии Петербурга операция. 25 специалистов и один консультант из Москвы. Лишь спустя полгода врачи могут смело сказать, трансплантация прошла успешно. К такому профессиональному прорыву петербуржские медики готовились несколько лет. Ранее из четырех похожих операций в северной столице успешной была лишь одна. Ее выполнил хирург из Франции. Врачи говорят, пересадка легких – это вершина трансплантации. Слишком уж большая поверхность так называемого приживления тканей. Победа во многом зависит и от самого донорского органа. После таких вмешательств рисков очень много. Самые основные связаны с иммунологическими проблемами. Это отторжение донорского органа. Когда донорский орган, в данном случае легкие, не могут нормально функционировать в новых условиях, в новом организме. Привыкать к новому состоянию Анне Приловой долго не пришлось. Уже на следующий после операции день женщина могла сидеть. Через пару месяцев началась, можно сказать, полноценная жизнь. Все-таки орган чужеродный, и мне с ним сейчас надо подружиться. Поэтому я стараюсь побольше ходить, чтобы вот его развивать по лестнице, по улице. Вот мне поставлена задача 10 тысяч шагов в день проходить. Врачи, проводившие операцию, говорят, что новый опыт привлек в Петербург тяжелых больных со всей страны. Уже 10 человек внесены в лист ожидания. Поскольку донорские легкие подходят для пересадки всего несколько часов, самые тяжелые пациенты живут под пристальным присмотром пульмонологов, готовые в любой момент отправиться в операционную. Анна Лавронова, Михаил Юдин и Виктор Ларичев. Вести Петербург.